Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский, гениалист, создатель учения о гениализм. А в сегодняшнем видео я приветствую вас с острова Шри-Ланка. Знаете, недавно в своей онлайн-программе «Школа инквайлинга» я проводил лекцию, которая называлась «Истинная духовность» или «Духовный нарциссизм». Эта лекция сильно потрясла участников со всего мира. Я рассказывал, в чем же отличие эго, что есть и что иное, как наш ум, от души. И почему большинство людей живет умом, живет эго, но так легко забывает о своей душе. На самом деле, подумайте, уже в возрасте примерно 5-7 лет большинство людей теряет контакт со своей душой. Я провел эту лекцию, на следующий день я просыпаюсь, сажусь утром в медитацию, и вдруг меня посещает мысль. Ни с того ни с сего приходит мысль, почему мы говорим, что деньги портят людей. И в контексте эго и души ответ пришел мне практически мгновенно. Смотрите, что такое деньги? Деньги – это чаще всего, прежде всего, доступ к материальным вещам. И если человек потерял контакт со своей душой, а все мы так или иначе уже в раннем возрасте его теряем, если потом снова не восстанавливаем, играя в игру, деньги, материальные ценности, богатства, машины, тачки, вещи и так далее, чем больше мы в эту игру погружаемся, тем больше мы живем категориями ума, тем больше мы находимся в своем эго, тем больше мы отрываемся от души. И поэтому, когда человек, давайте сразу поставим все точки над «и», деньги нам нужны? Нужны. Даже для духовного человека они нужны. Зачем? Для того, чтобы предназначение души, для того, чтобы задачи души в этом мире реализовать. Через свои дары и таланты. Если у нас недостаточно денег, мы не можем получить должного образования, мы не можем проявить себя, заявить о себе и подарить миру свои таланты и дары. Но, если мы думаем о том, что нас счастливыми сделают материальные вещи, материальные ценности, то мы будем играть в эту игру больше, больше и больше, но самое главное, что счастья мы испытывать при этом не будем. Подумайте, у ума, у эго нет такого понятия, как счастье. Счастье – это характеристика души. Для того, чтобы быть счастливым, на самом-то деле много и не надо. Каждый из нас счастливым может стать по щелчку. Как в книге «Номер один про счастье» Барси Шаймов и Карол Кляйн описано очень подробно и детально, что нужно для того, чтобы стать счастливым. Много не нужно. А вот удовольствие получать – это уже задача ума. И посмотрите, человеку на уровне ума постоянно нужно больше и больше, больше вещей, больше дорогих вещей. В какой-то момент люди уже начинают сходить с ума. Им не хватает удовольствия, они начинают садиться на наркотики. В общем, люди сходят с ума, потому что даже когда денег много есть, счастье, реализация от этого не обязательно есть. Так вот, в этом видео моя главная задача была донести до вас, что мы в этом мире можем реализовываться на двух уровнях, точнее жить на двух уровнях. Либо слишком сильно уйти в ум, уйти в эго и забыть о своей душе. Либо мы пытаемся как бы жить на духовном уровне, забывая о реализации себя во внешнем мире. Деньги нам нужны. Но если мы зарабатываем деньги или живем ради денег, для того, чтобы получать как можно больше материальных вещей, мы теряем контакт со своей душой. Если же мы вспоминаем, зачем мы в этот мир пришли на уровень души, мы задаем себе вопрос, что мы в этом мире создать должны, какими своими дарами и талантами другим людям служить. И тогда мы уже ищем необходимые ресурсы, в том числе и деньги. Мы будем жить самой, что ни на есть, счастливой, реализованной и богатой, самое главное, во всех смыслах этого слова, жизнью. Но большинство людей не понимает и не различает разницу между эго и душой. Большинство людей теряет контакт со своей душой еще в раннем возрасте 5-7 лет. Но хорошая новость заключается в том, что сколько бы вам сейчас в лет не было, какая бы жизненная история ни была у вас за плечами, в любой момент жизни мы можем вспомнить, зачем мы в этот мир пришли. А теперь ответьте себе на вопрос. Вы хотите больше денег для чего? Для того, чтобы окружать себя лучшими, большими материальными ценностями? Или вам нужно больше денег, потому что вы понимаете, зачем вы в этот мир пришли, какая ваша жизненная задача, и вам нужны деньги для того, чтобы себя реализовать, себя максимально другим отдать, себя этому миру подарить, через дары и таланты людям служить? Мне интересно, что вы на этот счет думаете. И напишите об этом, пожалуйста, в комментарии. Если вы вдруг еще не подписаны на меня, сделайте это прямо сейчас. И обязательно нажмите колокольчик, чтобы увидеть следующий выпуск, следующее видео раньше, чем кто-либо другой. До встречи в следующем видео. Пока!